Криминальные истории, громкие уголовные дела и запутанные расследования в эфире программы «Сирена» и я, Ангелина Дикун, сегодня в выпуске. Детские крики, паника взрослых и госпитализация шести человек с рваными ранами различных частей тела. О ЧП на улице Ванцетти сегодня знает вся республика. Пока медики борются за полноценную жизнь пострадавших от укусов бойцовской собаки, правоохранители ищут хозяина животного, наша съемочная группа ведет свое расследование по этому делу. Пустой двор и ни о чем не подозревающие прохожие. Сегодня о ЧП на Ванцетти напоминают лишь следы крови на траве. Именно здесь происходили страшные события субботнего вечера. О них нам рассказала местная жительница, которая пожелала остаться просто Ларисой. «Это было в 18 часов, в 6 часов вечера это было. Ко мне прибежал ребенок, весь колотец, соседский ребенок. Покусали ребенка. Ну и они начали рассказывать, кого покусали. Покусала собака, выбежала с той стороны. Прибежала мама. Начали ребенка отбивать от собаки, покусала и маму собака. Потом мужчина подошел, начал всех уже спасать. И ребенка, и маму. Покусала и мужчину». Следующей в страшной череде собачьей расправы над людьми стала Надежда Науменко. С ней нам удалось пообщаться в больнице. Женщина в красках рассказала о встрече с обезумевшим зверем. «Стоял ребенок лет 6, мальчик. И молодой парень держал собачью пасть. Она затянула ребенка полностью, руку заглотила в свою пасть. Он держал зубами руки, чтобы расщепить челюсть. Я обратила внимание, у нее челюсть была вся в зеленке. Когда она отпустила челюсть свою, я повернулась, чтобы идти. Я думала, она убежит. Она ухватилась за мою ногу. И мне такое чувство было, что как будто меня капканом зацепили». Из острых тисков освободить ногу помогли мужчины, проходящие мимо. Женщина с окровавленной раной ползком добиралась к общежитию. В это время собака выбрала новую жертву. Бросилась к молодой паре с коляской и схватила девушку за ногу. Ранее сообщалось, что происходящее заметил проезжающий мимо водитель и поставил точку в ужасе спального района. Однако свекровь последней жертвы расставила все точки над «и». «Сын мой был с женой и с ребенком. Жену покусала собака, она лежит в больнице». «Водитель проезжал мимо и дал ему монтировку?» «Донкрат». «Донкрат». «И уже сын смог защитить свою супругу, получается, да?» «Да». «Я вас поняла. Сына и ребенка собака тронула?» «Нет». Собаку удалось обездвижить лишь с третьего удара. За 45 минут животное искусало 6 человек. Все они были доставлены в отделение гнойной хирургии больницы имени Марзона. «У всех пациентов укушены раны верхних и нижних конечностей. Состояние сейчас на данном этапе их средней степени тяжести. Жизнь и здоровье ничего не угрожают». «Как долго они еще будут в отделении?» «По большому счету все зависит от работы санитарной службы, от центра гигиены и эпидемиологии, который будет устанавливать, болело ли животное вирусом бешенства». Во время нашего опроса свидетелей в окрестностях общежития парень поименевого признался. Он знает хозяина собаки. Два года назад он сам стал жертвой его питомцев. Нам удалось отправиться на место и устроить очную ставку мужчин. «Наглядно знаком. Он же говорил, что его дворняки какие-то покусали. Ну, вас уже покусали тогда. Свидетелей полно было. Чего ты не заявил тогда, если мои покусали? Вот, ерунду какую-то говоришь, все знает что». Заводчик признался, он 24 года воспитывает собак бойцовской породы. Сегодня его подопечные метисы. Для животных соорудил отдельные вольеры с несколькими запирающими устройствами. В арсенале надежные поводки, намордники и справки от ветеринара. «Одна дверь, вторая дверь, третья дверь, правильно, чтобы сюда к ней попасть. Вот еще два вольера. Вот, 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 посмотрите. Вот, но там собак нету. Вот, тоже все перекрыто снизу, все, не под гребти, ничего. Тут выскочить собаки невозможно». Леонид утверждает, покусанные местные жители не дело зубов его собаки. Ведь за последние несколько дней количество его питомцев не уменьшилось. Но пока этот факт не подтвержден. Ведется проверка. «На данный момент труп собаки находится в морге для последующего ветеринарного исследования. Бобруйский межрайонный отдел по данному факту проводит проверку. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности хозяина собаки, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию». Еще одно ЧП в городе привело к госпитализации ребенка. Из окна второго этажа выпал годовалый мальчик. Его нашли с оконной ручкой в руке. Что стало причиной и в каком состоянии сейчас ребенок? Далее. Все произошло 12 мая. Ребенок выпал из окна второго этажа. Как сообщили в следственном комитете, мальчик с кресла залез на подоконник и открыл окно. Рама была в положении проветривания. Родители и старшая сестра в это время находились в другой комнате. Малыша уже на улице нашла соседка. В руках у него была ручка от окна. Пострадавший госпитализирован. Сегодня его состояние оценивается как удовлетворительное. Подобное ЧП днем позже произошло и в Гомеле. К несчастью, с летальным исходом. Там трехлетний ребенок упал с седьмого этажа. Секс-бизнес потерпел крах. 9 мая оперативники задержали 21-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в организации вывоза белорусок в Китай для занятия проституцией. Парня правоохранителя задержали прямо на дому. По оперативной информации, местный житель находил жертв самостоятельно. Уговаривал их на оказание интимных услуг за границей. Дальше, получив согласие, приобретал билет для девушек в Поднебесную. Известно, что за каждую завербованную куртизанку китайская сторона обещала заплатить сутенеру 3000 долларов. Пока установлен один факт противоправных действий бобруйчанина. Жертвой стала жительница Могилевской области. Для нее уже был куплен билет. Но улететь на заработки не удалось. Условия, а также вид деятельности данной девушки в Китайской Народной Республике заранее оговаривались с данным лицом. Данное лицо разъясняло условия пребывания, а также порядок и вид и размер оплаты за оказание интимных услуг в Китайской Народной Республике. По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция до 10 лет за решеткой. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и вероятные потерпевшие. Кражи и покушения на жизнь и здоровье близких. В Бобруйском районе за последнюю неделю местные жители тоже отличились уголовными статьями. Из трех дел два по угрозе убийства. Причем во всех случаях главные герои драмы – близкие родственники. Житель деревни Будда 1968 года рождения, не работающий, ранее не судим, угрожал убийством своему родному брату, душил его руками. Также житель деревни Турки, работающий 1977 года рождения, угрожал убийством своей сожительницы 1968 года рождения. Теперь обидчикам, согласно статье 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь, грозит в худшем случае – до двух лет тюрьмы. Десятки механических ДТП и четверо под колесами – такова статистика госавтоинспекции города. В числе жертв не спешившийся на переходе велосипедист, женщина, пересекавшая проезжую часть на зеленый сигнал светофора и ребенок. 13 мая мальчика сбила легковушка. В 18.45 по адресу улица Ковзана, 65, женщина двигалась на автомобиле «Шкода» и совершила наезд на ребенка, двигавшегося по дворовой территории по проезжей части. В результате ДТП мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму. Сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушиб легкого и ссадины в области шеи и уха. Госпитализирован, по факту проводится проверка. На дорогах района за прошедшую неделю всего несколько механических ДТП без пострадавших. Основная причина происшествий – активность диких животных на дороге. 11 мая около 18 часов 40-летний бобруйчанин ехал со стороны Жлобина в Бобруйск. В районе Титовки заметил большую лосиху, которая переходила дорогу в 300 метрах от автомобиля. Водитель сбавил скорость и отвлекся на животное. В это время на трассе появился второй лось. Мужчина не успел затормозить. В результате столкновения животное погибло на месте. Автомобиль получил механические повреждения. Люди не пострадали. Сутками позже на трассе Минск-Гомель в районе деревни Бояры еще один сахатый погиб по тому же сценарию. Лось непредсказуемое животное, как правило, не боится автомобилей. Идет на свет резко, бросается, прыгает. Может перепрыгнуть автомобиль, может причинить и на крышу запрыгнуть. Статистика показывает, что были случаи, когда люди погибали. Дорожные транспортные происшествия были в Кировском районе зафиксированы в том году. На территории Бобруйского района три года назад были ранения. Вблизи поселка Глуша тоже лось перебегал проезжую часть дороги. С начала весны в Бобруйском районе произошло уже пять ДТП с участием этих животных. Особо внимательными водителям стоит быть на 129 и 130 километрах дороги Минск-Гомель вблизи деревни Сычково. Сегодня в темное время суток там наблюдается активность диких животных. На этих кадрах ДТП в Кировском районе. По предварительной информации, авария с участием рейсового автобуса произошла из-за того, что на дорогу внезапно выбежала косуля. Проводится проверка. Казнить нельзя помиловать. 14 мая в Верховном суде рассматривали апелляцию на смертный приговор 36-летнему жителю Бобруйска, который в июле прошлого года убил в своей квартире на улице Лынькова двух девушек. О том, как это было и что грозит мужчине теперь, далее. 9 января 36-летнего Александра Осиповича приговорили к смертной казни. Мужчину признали виновным в особо жестоком убийстве двух девушек – Олесе Климовой и Кристины Корюшкиной. Одной он нанес 77 ударов руками и молотком, второй – 18 ударов, два из которых в шею. Мужчина подал апелляцию в Верховный суд. Позже обвиняемый просил перенести заседание на другой день, провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу, а также изменить приговор, переквалифицировать обвинение с убийства на убийство при превышении пределов необходимой обороны. Судья после двух часов обсуждений вынесли свой вердикт. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а жалоба без удовлетворения. Процитируйте еще раз. Приговор какой? Приговором суда первой инстанции Осиповичу назначена исключительная мера наказания в виде мертной казни. У мужчины есть 10 дней, чтобы попросить главу государства о помиловании. Родственники уверяют, он непременно воспользуется такой возможностью. 21 выезд на горение мусора, 2 на загорание сухой растительности и 7 на сработку пожарной сигнализации. За неделю в городе и районе произошло 4 крупных пожара, но, к счастью, на них никто не пострадал. Около 23.00 на номер 112 поступило сообщение о загорании дома по улице Первая линия. В момент прибытия спасателей на место кровля строения горела открытым пламенем. Хозяева находились на улице. Огонь повредил перекрытие и крышу. По данному факту сотрудники МЧС уже готовы выдвигать официальную версию. В результате нарушения правил монтажа электросетей и электрооборудования произошло загорание в объеме чердачного помещения с последующим распространением огня по всей площади чердака. В этот же вечер в деревне Малые Бортники горел нежилой дом. Никто не пострадал. Основная причина произошедшего – поджог. Всего за 2019-й в городе и районе произошло 59 ЧП. Четыре человека погибло. 17 лет колонии усиленного режима. В Бобруйске вынесли приговор горе-матери. Женщина в октябре 2018 года выбросила собственного новорожденного ребенка в кусты. Напомним, все произошло вечером 17 октября. Врачи скорой помощи нашли на заброшенном участке дома в частном секторе ребенка. Этот малыш был четвертым чадом горе-матери. Двое старших мальчиков находятся в опекунских семьях по решению суда. Осенью 16-го женщина оставила в Кличевской районной больнице дочь. Ранее местная жительница трижды привлекалась к уголовной ответственности за кражи и грабежи. В феврале 19-го суд лишил ее родительских прав. На слушании по делу о младенце обвиняемая путалась в показаниях, ссылалась на отсутствие памяти. Но позже все же пояснила – она знает, как ребенок оказался на улице. После родов самостоятельно перерезала пуповину и выскочила во двор с новорожденным, чтобы догнать сожителя после ссоры. Разнулась, получается, упала, у меня выскочил срок. Я вернулась туда, вот так как на улице было темно. Я хотела найти, чтобы что-нибудь под это посвятить. Уйти от наказания женщине не удалось. Ее признали виновной в покушении на убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. И приговорили к 17 годам колонии усиленного режима. Также суд назначил принудительное лечение от алкоголизма. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова